Сначала участнику пришлось сфотографироваться, затем на компьютере доработать детали. Ну так как я рисую такие деформированные лица, просто как бы самое минимальное, это я его вытянул. И, ну, изменил какие-то... мимику немного изменил. Несколько часов фотошопа и рисунок готов. Теперь главное качественно изобразить свой автопортрет на стене. Теперь задача жюри и телезрителей выбрать самого достойного. Кто им станет, покажет голосование. Звезда, судя по уровню рисования. В общем, вам остается только смотреть и наслаждаться. Рядом со мной один из участников сегодняшнего мероприятия. Всем привет, меня зовут Макс 13. Что ты сегодня рисовал? Я пытался изобразить персонажа, который занимается своим любимым делом. Граффити, это несколько... автопортрет. Призыв был к тому, что если человек занимается своим любимым делом, ему не хватает времени ни на что... Другое. Да, ни на какой негатив. Как тебе уровень вообще? Все ребят очень достойные, каждый хорош по-своему. Дошла информация, что сейчас ты улетаешь сразу на какой-то другой фестиваль граффити. Я улетаю в Барнаул на граффити-фестиваль Paint Method. Это седьмой фестиваль. Битва за респект. Как вообще относишься к проекту? Наконец-то граффити. Стали уделять достойное внимание. Итак, мы только что с вами видели Макса 13. Мне кажется, его творчество, впрочем, как его жизненная позиция, занимаясь любимым делом и на вредные привычки, не останется свободного времени, заслуживает уважения. Если вы со мной согласны, то, во-первых, вы аплодируете. Да! А вы заходите на сайт indarnb.ru. Если вам симпатичен Макс 13, у вас есть ровно сутки, начиная с этого момента, для того, чтобы отдать свой голос в его поддержку. В ближайшем будущем эта сцена будет предоставлена танцам. Я думаю, многие обратили внимание на тот факт, что диджей Никуан за моей сменой сменился другим человеком. Это диджей Самурай! Ну и открою вам маленький секрет. Люди, которые сидели на этих диванах раньше, тоже сменились. Но все детали этой сделки, не побоюсь этого слова, озвучит Бакс! Спасибо, Алекс. И я представляю судей. Это Рамон, фанки-стайл. Айс, фанки-стайл. Жека, хип-хоп. Признаться, я удивлен, что я не услышал в третий раз словосочетание фанки-стайл от тебя, но, быть может, у нас еще шанс есть услышать нечто подобное. Я представляю смутившегося резидента Камеди Клаба Гавра. Девочек. Привет. И супертанцора Ивана Криштофоренко. Позвольте мне представить следующую пару, которая поднимется на эту сцену. Это Factory Crew! Всем привет, я Винт из города Санкт-Петербург. Я Би-Бой Слав, А.К. Болгарин Factory Crew. Если мы занимаемся танцем, то мы уже ведем здоровый образ жизни. Это уже хорошо. Итак, на битве за респект появляются парни, которые зовут себя Винт и Болгарин. Надеюсь, что после их выступления мы будем знать, что Болгария – это не только страна, которой мы обязаны лечо и левой пиратской музыкальной продукцией. Надеюсь, что отныне Болгария будет у нас ассоциироваться и с танцем. И, в общем, вот Болгарин на танцполе делает вертушку с невероятной амплитудой, что только подтверждает мои слова. Ох уж этот здоровый Болгарин! Вы посмотрите, что он вытворяет. И мы благодарны тебе, Болгарин. Спасибо. А вот и Винт. Мы видим, что он получил свое прозвище не зря. Этот парень как будто вкручивает себя в танцплощадку. И вот теперь он едет на машине для того, чтобы приехать на аванс-сцену и показать еще пару интересных элементов. Но Болгарину что-то не нравится. «Покойся с миром, Джеймс Браун», – сказали своим танцам эти парни. Вот такие вот участники. И мне ничего не остается, как спросить у Гавра, готов ли ты все еще продемонстрировать свое умение в танце. Да, ребята танцуют почти как я. То есть есть к чему стремиться, все в порядке. Джеймсу Брауну респект, конечно. Спасибо. Ну, хореография есть, сила есть. Надо чуть-чуть творчества добавить, какого-то такого, не знаю, мысль какую-то донести. Понятно, Джеймс Браун сейчас мысль была в этой визитке, я так понимаю. Дальше, я думаю, вы побольше напряжете мозги и подумаете, куда дальше двигаться. Так, нормально, давайте, продолжайте в том же духе. Ваня. Отличный стайлак. Нормально, прям вот разложил трек. Да, прям вот все сделал чистенько. Так, ребята, тоже жду от вас крутых штук, фишек. Будем ждать фишек, кстати, вы их припасли. Сюрпризы есть всегда. Да, Рамон, я думаю, что стоит как-то разнообразить все-таки впечатления. Я думаю, что изюминка эта к тебе. Да, 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 точно. За респект Джеймс Брауну отдельное спасибо. Мы все на нем выросли. Хорошая смесь. Здесь брейкинг и вэвинг, таттинг. Все вместе взятое. Побольше эмоций. Немножко недоработали. Видно, сыровато. На самолет, наверное, опаздывали по-любому. Что касается Би-Боинга, у меня вопросов нет, потому что был танец, была музыка и было видно, что ты испытываешь кайф от того, что ты делаешь. Ну, я просто не буду долго рассказывать, как бы, что кому, что не хватает. Просто скажу, мне понравилось, все чистенько было. Хорошо-то, ребята танцевали. Круто. Ну, вот опять вообще впечатление нашего жюри. Ребята, побольше эмоций, побольше энергетики, побольше творчества в собственном танце, да. Вин, ты будешь более активным в следующем раунде? Болгарина нет слов. Он говорит уже теперь только по-болгарски. Я скажу за нас. Будем рвать. Фактори Крю! Итак, привет у нас команда Фактори. Горик Санкт-Петербург. Первый вопрос. Вот, Вин, ты действительно здоровый образ жизни? Сила в волосах. Дред, у тебя действительно здоровый. Конечно, конечно. Здоровый, ты их моешь правильным шампунем и за ними правильно ухаживаешь. У нас также есть Би-Бой Болгарин, который представляет тоже Фактори Санкт-Петербург. Как тебе в целом, скажи мне, весь проект вот этот вот? Круто. Я просто, я к чему все к нам? Много позитивных людей, новых людей, которых я не видел, и мне просто интересно видеть, как они танцуют. Кстати, Москва! Меня зовут Алексей. Меня Виктор. Команда «Экстатик». Ну, немного волнуемся, но на самом деле мы готовы. Это действительно фантастик. И, кстати, это «Экстатик». Простите меня, такую дешевую игру слов. Эти парни симпатичны мне в первую очередь тем, что одного из них зовут Алексей, и я считаю это идеальным именем. Что же мы видим на танцполе? Парни, подобно первопроходцам танца из 80-х, довольно бойко переступают ногами и прыгают в такт музыки. Садятся на пол, стучат по нему. В общем, всячески выражают свое неуважение к танцевальной площадке. Но мы им прощаем многое, ибо они ритмичны. Смотрите, Леха под девятым номером. Наверное, я никогда не задумывался о том, что если он встанет на руке, то номер на его спине превратится в шестерку. Что же касается его партнера, то он выступает без номера, но делает это неплохо, и небольшой синхрончик, чтобы закончить выступление. Отличное выступление, отличное выступление, и сразу переходим к его обсуждению. Рамон. Реальный хип-хоп. Реальный. Да, это было круто. Ребята показали все, все, что нужно. Мне очень понравилось. Я больше ничего не буду говорить. Вы крутые. Очень хороший хип-хоп. Отлично, молодцы. Ну, на самом деле, очень круто, потому что танцевали под Нью-Джек-Свин, это олд-скул, вот, там еще присутствовал поппинг, вот, исполнение, видите, немножко. Вот, но просто хочу добавить, что больше наслаждайтесь тем, что вы делаете. Крутая техника, вот, конкретно к Маргу, хорошая техника, но больше танцуй и слушай музыку, не спеши. А так все очень круто, задорно, нормально. Ну, Жека как главный специалист по хип-хопу знает, о чем говорит.